Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, прекрасные зрители! Я в городе Александров. И иду на Блошиный рынок, на барахолку. Вот начинается Александровская барахолка. Это, конечно, не московская тишинка, но сейчас будем искать, что интереснее. А вот посуда у нас на развале. Масленка очень хорошая, чашечки. Да, но пока посуду покупать не буду. Да. Так. Ну да, это рижские, рижская сахарница. Красивая. Вот это вот, кстати, крышечка с небольшим сколом. Ну вот такая красивая тоже. Ну рижская идеальная, конечно. Это тоже с крышки сделайте. Ой, вот это очень красивая. Сколько же она стоит, интересно? Фу, чья она? Так, чья что-то я не вижу. Да, вот это очень красивая, кстати. Ну здесь много всяких. Ну, чья, у меня, например, этот, ЛФЗ. Есть костяной фарфор. Так это даже лучше покрасивее. А вот эта вот тарелка сколько у вас стоит? Какая? Вот где крышечка, пепельница лежит. А вот эта пепельница. Не, не пепельница, тарелка. Ну я поняла, что у тарелки где пепельница стоят. Да, да, да. У меня на рублей восемь. Там у меня дешёвая тарелка. По двадцать, по тридцать. А вы уже складываетесь, да, потихонечку? Даже супнят все здесь. Супнят все, вазочки. Вот такие. Чемшечки. Надо к семье приходить. О, тут вот ушли дождик. Тут дождик прошел. Это вот ушли. А он прошел дождик и у нас все давно сразу. Он такой был маленький. Спасибо. Я спешила на рынок за продуктами. И поэтому решила сначала не покупать посуду. Ну, посмотреть, может быть, какие-то салфеточки, скатерти вязаные. Но в этот день было столько красивой посуды, столько интересной посуды. Что, когда я походила по рядам, то решила все же купить. И купить я решила, ну, во-первых, сахарницу Дулева, очень красивую. Ну, и, во-вторых, изумительный чайник, который я первоначально приняла за Рижский. Кто не любит... Ой, какой шикарный лучок. Капуста. Ой, какая прелесть. Ой, что здесь только нет у нас? Красота, красота. Ты куда? Хорошие орехи. А вот это моя замечательная покупка. И раз я слышала от вас, дорогие любительницы винтажа антиквариата, что вещи притягивают друг к другу, но никогда не думала об этом. А вот на рынке я встретила чайник, который, считаю, ну, притянул меня. Потому что, если вы помните, я как раз... Ну, вот как раз недавно купила селедочницу Дулева и рассказывала, вот точно с такими же розами, и рассказывала, как я буду ее использовать. Потому что, во-первых, я люблю Дулева. Это старая посуда. Ну, а во-вторых, очень качественная. Ну, а во-вторых, она мне очень подходит. У меня есть сервиз, причем немецкий, который вот как раз будет сочетаться с моей селедочницей. Потому что я-то ее использовать собираюсь не как селедочницу, а как такую тарелочку для пирожных. Вот я сейчас жду свою подругу. Так, вот у меня сервиз какой есть. Точно с такой же... С таким же золотом, с таким же цветом позолотой. Видите? Беккер. Германия. Он, в общем-то, не совсем старый. Где-то, может быть, ему лет десять. Использовать вот эту селедочницу для пирожных. Я ее купила, тем более, что стоила она очень и очень дешевая. Вот как раз два пирожных с клубничкой для меня и для моей подруги. Ну вот, я считаю, очень даже здорово. Может быть, конечно, и не идеально. Но я согласна с этим. Но сейчас модно вьюжен, смешение разных стилей. Это во-первых. А во-вторых, ну эти чашки с блюдцами все равно продавались без чайника, без сахарницы. А мне все равно нужно было какой-то чайник использовать с ними. Почему бы и не этот? Ну, раз уж я решила использовать селедочницу. А к селедочнице так идет этот чайник. Ну, я думаю, что неплохо, неплохо. Вьюжен рулит. Когда я увидела этот чудесный чайник, я почему-то решила, что это Рижский завод. Ну, как-то по форме мне так показалось. И решила его обязательно купить. Ну, конечно, я уже понимала, что это где-то 60-70-е годы. Мне это было безумно интересно. Очень хотелось поскорее все это приобрести. И, честно говоря, там клеймо было очень мелкое. Да я даже особо и не засматривалась, потому что меня привлекли розы. Да, вы уже видели, почему вы поняли. Ну, вот именно из-за роз я и купила. Ну, и потом вот эта вот необычная форма чайника. А вот когда я пришла домой, я поняла, что это не Рижский завод. Это германская демократическая республика. Ну, тоже, конечно, старина, винтаж, но Германия. Сейчас я вам покажу это клеймо. Вот клеймо с курочкой. 1777 год. Ну, это старая, конечно, фабрика производства, завод. Ну, вот Германия. Вот посмотрите, какой красивый рисунок. Чудесная золотая розочка. Здесь много позолоты. И вот посмотрите, какая интересная чашечка. Ой, крышечка. Ну, вот. Мне очень-очень понравился. Ну, я считаю, это очень хорошее приобретение. Но это не все, что я купила. И вот моя вторая замечательная покупка. Ну, вообще, как я уже говорила не раз, что я коллекционирую скорее воспоминания эмоций. Ну, а это мое воспоминание о свадьбе. Вот потому что мне точно такой сервиз подарили на свадьбу. Это было очень-очень-очень давно. И от этого сервиза ничего не осталось, кроме пары блюдцев. Ну, вот когда я увидела такое множество всяких сахарниц и чайников и, в общем, всего-всего фарфора времен СССР на Александровском рынке, то я, конечно, сразу, когда увидела эту сахарницу, то решила, да, сахарница это моя. Это Дулёва, второй сорт. Сейчас я вам покажу поближе к лимону. Ну, вот. Прекрасный сокол. Вот. Вообще, что еще мне пленило? Ну, во-первых, этот сервиз, он, в общем-то, белый, ну, в общем-то, ко всему. Вы знаете, что я человек утилитарный, люблю использовать все эти вещи. Они, ну, какие-то у меня стоят, да, для украшений, для декора. Ну, а все равно я многими пользуюсь. Ну, и вот мне это очень понравилось, потому что белый цвет с золотом, ну, в общем-то, ну, совершенно ко всему, да. Правда, форма такая, но все равно. А вот, посмотрите, как еще мне что здесь нравится. Вот, как тыковка, такие выпуклости, такая форма, ну, тыковки, тыковки, тыковки. Вообще, такая прелесть. Ну, вот это моя вторая покупка на последнем для меня блошином рынке. До свидания, дорогие друзья. Всего вам самого хорошего. Не знаю, как у вас, но у нас чудесные стоят солнечные дни. Удачи во всех ваших делах. И до встречи, мои дорогие. До новой встречи.